Так, друзья, я всех приветствую. Сегодня у нас с вами такая практическая встреча, потому что обычно я вам рассказываю, много теорий всяких разных, каких-то моментов мы обсуждаем, как с ними работать. Сегодня будет практика, то есть по большей части будут выступать девчонки, будут рассказывать о своем опыте применения продукции. Наверное, сначала давайте расскажу немножечко я, пока девочки все подключаются, какой у меня недавно был опыт. Вот, я перед где-то Новым годом отдыхала, ездила отдыхать с детьми, как раз в Египет, тепло, вода, много людей, и меня пугали паразитозами, говорили о том, что вот вы, скорее всего, там что-нибудь подцепите, потому что очень много людей приезжает именно вот с такой проблемой. Ну что, в результате я решила обезопаситься максимально. Мы пили колострум, пили подарка и пили лист олива. То есть, я думаю, так, для того, чтобы максимально детей обезопасить, потому что они все бегают, естественно, и самолеты, все такое. Ну, в результате все прошло хорошо, отлично, мы прилетели, и прям вот через какое-то время так совпало, что у младшего ребенка 4 года начинается крапивница, аллергическая какая-то реакция по коже. Меня сразу начинают все пугать о том, что так, все, это паразиты. 100% вы были, вернулись, у вас паразитозы. Я, естественно, думаю, ну не может быть таком. Мы принимали подарка к колострум для иммуномодуляции листа, либо как так, да? Возникает какое-то сомнение, ну неужели не работает, да? Вроде всегда все работало, а тут что же могло произойти? Ну, в результате мы идем на обследование посмотреть, да, что же произошло. Но все анализы, это были не только, да, там, как обычно, эндорбиоз дают, нет. То есть это были именно анализы крови на все антитела, большая там панель к паразитозам. Мало того, то есть это был общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Это был элзинофильный катионный белок, который тоже, соответственно, если он повышен, он показывает наличие каких-то паразитарных инвазий. И это был цирреактивный белок. И все анализы, абсолютно все, у нас пришли идеальные. То есть никакие, вот прям просто. И лейкоцитарная формула у ребенка отличная, и элзинофильный катионный белок. И вся панель, да, отрицательная пришла на паразитозы и цирреактивные нормы. То есть там паразитозами даже не пахло, но потом мы разобрались, оказалось, что это была контактная какая-то, вот на какие-то средства использования, там, то ли гель для душа, то ли крем, в общем, что-то вот, то ли порошок, что-то именно извне. То есть что-то было контактное. Поэтому вот, это я к тому, что действительно все работает, да, сколько людей оттуда возвращается, там, с разными, да, болячками в плане, там, каких-то новых вирусов, паразитов и так далее. Но у нас это обошлось, я считаю, благодаря продукции. Так что вот берите себе на вооружение такую профилактику до, во время, после принимайте для того, чтобы все было у вас без приключений. Так, ну что, девочки у нас пришли, давайте мы с вами пойдем по очереди. И здесь вот Людмила должна быть, у Парсякова здесь. Людмила, давайте, включайте трансляцию, я освобождаю место на экране и расскажите о своем опыте. Сейчас. Да, добрый день. Была на марафоне с Натальей не один раз. Вот, по ее рекомендации применяла продукцию НСП, подарка, колоструму, что там еще, каскара, репейник, чеснок, да, противопаразитарку. Так как у нас по анализам железо почему-то не поднималось, белок стал падать, ну, то есть плохо усваивались микро-макроэлементы в организме. Вот, и после приема данных препаратов, а, да, еще часто у меня, ну, простудные заболевания были. Вот, ну, и мы с Натальей прошли данную программу. В результате, как бы, несмотря на погодные такие условия, то тепло, то холодно, нет никаких воспалительных реакций организма. Как бы, очень редко, практически никогда сейчас герпес, как бы, которым я страдаю, не появляется. Вот. Мне понравилась линейка НСП продукции. Вот, очень. И, ну, хотелось бы сказать, что помимо того, что качественные БАДы, большой роль играет еще грамотное назначение этих БАДов и, соответственно, ответственный подход самого человека к приему препаратов, правильному питанию. Поэтому, Наталья, благодаря случаям очень благодарна вам за то, что вы всегда, ну, не знаю, мне кажется, к каждому клиенту своему, каждому человеку очень индивидуально подходите. Вы просто слышите каждый звук его. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну, у нас, на самом деле, все такие. Мне нравится то, что вот компания все-таки НСП никогда не подходит к нутрициологам без обучения. То есть мы всегда и сами учимся, и чему-то учим, и все. И у нас все программы как раз вот они направлены, да, такой комплексные. И где-то и тренировки есть, где-то и питание. Все. В совокупности. Людмила, спасибо большое, что поделились. Вот. Хорошего вам дня. Отлично выглядите. Можно послушать девочек. Можно пойти уже там по своим делам, да. Спасибо большое. Так. Дальше у нас Антонина. Антонин. Сейчас я вам вас тоже... А, вы уже здесь. Все. Да, я здесь. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот. Да. Здрасте. Я Антонина. Значит, с НСП я тоже познакомилась. Вот, наверное, первое знакомство – это почему-то антипаразитарность. Так, наверное, это зачастую, потому что надо же вроде как подготовить организм ко всему остальному. Я так уже думаю. Вот. Причем познакомилась я не одна. С двумя моими детьми я их уговорила, потому что там же нужно отказываться от сладкого. Вот. Да, мы пропили прям целый курс. То есть там была и подарка, и хлорофилы, и листья оливы, и чеснок, и черный орех. Ну, короче, мы все это прям, все как нам расписали, все это выпили. Вот. Значит, что для меня? Я почувствовала легкость. И вес начал чуть-чуть дальше, ну, двигаться. Вот. Потому что без этого как-то чуть-чуть он стоял. Ну, это как для меня, кроме легкости, наверное, вот. А вот за детей? Потом мы, правда, еще пропили коготь кошачий, вот, для иммунитета. И что я хочу отметить, что, ну, понятно, что все очистились, что мои дети, младшие 9 лет, перестал пить чай с сахаром. Я его уговорила, и ему это покатило. Старший, конечно, еще на заменителя, а вот младшему уже как-то так, мы помогли чуть-чуть. Вот. И вот когда все болели перед Новым годом, вот, мы подхватили этот вирус, но это было три дня. То есть это три дня, мы чуть-чуть попили витаминки С больше, ну, там, поднялась чуть-чуть. Температурка, выпили там парцем, и все. То есть все болели по две недели, по три, кто-то даже в больницу попадал. Вот. А мы... Ну, это было прям сильно, все болели просто, вся Россия болела, насколько я там уже видела. Вот. Мы вот как-то легко, включая даже меня, что нельзя было сказать о прошлом годе, например, потому что мы тогда очень сильно болели. Вот. И я поняла, что, наверное, все-таки мы очистили организм, мы ему помогли. Вот, что это все... Работает, что это нужно делать хотя бы раз в полгода, ну, хотя бы в год. И нашему здоровью мы будем, ну, как бы делать большое дело. Конечно. Сняли нагрузку с иммунной системы лишней. Да. Занимается иммунитет своими делами. Вот. Ну, и как бы прям... Ну, и дети, дело в том, что отметили, что, да, им тоже стало легче. Вот. Такие у нас сознание. У нас какое-то уже в детстве, ну, начало зарождаться, как я говорю. Вот. Потом, что еще хочу отметить, что у меня, ну, немножко пониженный белок общий, и, ну, не вырабатываются ферменты. И я себе приобрела, получается, протеазу АГХ и Локла. Вот. Очень они не нравятся. Локла вообще идет, как вот обволакивающий киселик. Он такой, как бы там все налаживает, я так понимаю, в желудке. Ну, и, наверное же, лучший протеаза помогает же, что усваивается белку. Вот. Не могу сказать, что я его прямо сейчас уже сильно подняла, потому что у меня аномия. Но нету никаких, слава богу, вот внутренних, ну, каких-то там... Ну, у меня, собственно говоря, не сильно и было. А вот моя подруга, которой я тоже посоветовала, вот, у ней было постоянно вздутие. Вот прямо у нее есть проблемы, и она не сильно еще поддается моим уговорам там пройти там, ну, сначала лечение. Но она на правильном питании, ну, вздутием еще не занимается. Так вот она стала пить АГХ, вот, и ей очень помогает он от вздутия. Вот прям, она прям расхвалила и говорит, будет вот его, ну, прям пить, и прям все идеально у нее. То есть всех, у кого есть вздутие животика, там, бурление и все такое, у кого не перевариваются там всякие какие-то овощи, капуста, его очень сильно помогает. Вот прям рекомендую. Это уже из моего даже личного опыта получается. Я с вами соглашусь. Я с вами полностью соглашусь. Здорово. Ну, и программ же очень много, и мы что, как бы, недавно стали знакомиться. И, ну, я так думаю, что, в принципе, особенно с вашими поддержками, с вашими какими-то курсами, то можно вообще все-все-все, все свои вопросы решить. Так что спасибо огромное. Так что, Дань, конечно, не теряйтесь, будем обязательно еще что-то интересное делать. Спасибо тоже, Антонин, что поделились. Вот, знаю, что вам надо работать. Да, спасибо, девочки, да, я немножко вас покину, да. До свидания. Все, до свидания. Катя, у нас подключается, Катя, включай звук. Привет. Добрый день, слышно? Да, все такие у нас активные, на улице, с утра баранье ходят, они нагуливают. Так, что бы мне рассказать-то? Ну, вообще... Что дела? Вообще я познакомилась с НСП достаточно давно, и произошло это случайно. Когда я пришла на прием к гинекологу, она мне выписала из НСП Дикий Ямс. Вот. И поэтому я его, ну, пила, пила. И вдруг, когда, ну, вот девочки-кураторы, с которыми я работала, пригласили и сказали, что можно подписаться на НСП, я прям была очень, ну, обрадована тем, что есть такая возможность. Ах, вот. Марафон на ЖКТ. Вот. Я его весь осилила, я молодец. Молодец, круто. Что? Круто, круто. Я тебя, Наташа, совсем вообще не слышу. Ну, ладно, рассказывай, рассказывай. Еще раз скажи. Я говорю, рассказывай, не буду мешать. Вот, что я проходила этот марафон. И у меня сахарный диабет первого типа. И марафон, ну, мне не было сложно проходить его, потому что у меня достаточно хорошо отрегулировано питание. Я слежу за ним. Вот, огромное спасибо Тамаре, которая, ну, так, прям руку на пульсе держала и контролировала, как дела, как ощущения. Вот эта огромная благодарность ей, как куратору этого марафона. У меня с первых, с хлорофила и подарка мы там пили, с первого этапа снизились сахара. Вот, мой в течение суток сахар держался, ну, не выше шести. И я вообще была очень удивлена, так приятно. Вот, и поэтому сейчас, на данный момент, хлорофилл у меня в постоянстве находится, ну, в моем рационе. Вот. Все, я закончила. Спасибо большое, что поделилась, Кать. Ну, правда, да, то есть, действительно, когда такая особенность по здоровью, иногда очень надо, да, сто раз подумать, что же применить, да, чтобы не навредить. И как здорово, да, вот, насколько связан наш кишечник, да, в целом, вот, с теми процессами, которые происходят в организме, даже с углеводным обменом. Спасибо большое, что поделилась. Я тебя тоже отпускаю дальше ходить, вот, нахаживать свои шаги. Можно послушать, можно погулять, в общем, как хочешь, тогда мы с тобой чуть попозже еще свяжемся. Спасибо огромное. Я прощаюсь, пока-пока. Спасибо, пока-пока, спасибо тебе. Мария, давайте с вами. Маш, так. Здравствуйте. Да, вот она. Видно, слышно. Значит, каким образом я познакомилась с компанией НСП? Придя на курс в школу Гетфита, сдав анализы, я поняла, что у меня очень сильно низкий белок, и начала работать в этом направлении. То есть, низкий белок говорит нам о чем? О том, что есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и с усвояемостью. Когда я начала более подробно изучать эту тему, я поняла, что дело тут не просто в белке и проблемы усвояемости, а что первое, пониженная кислотность. У меня гастрит, есть проблемы со слизистыми, у меня хеликобактер. То есть, да, для начала надо решить основную проблему, а потом уже переходить к восстановлению кишечника, желчоотока и так далее и тому подобное. И вот как раз в этот момент я именно проходила курс по хеликобактер и принимала именно препараты компании НСП. Потому что, первое, они с усвояемой, с хорошей формой, хорошо себя зарекомендовали, есть хорошие положительные отзывы. То есть, я пропивала, сейчас скажу, какие препараты для хелика. Это подарка, HP Fighter, хлорофилум ликвид, локло, репейник, бифидофилус фортефокус. То есть, да, я пропила, и я почувствовала улучшение. Одно из, например, на что я могла обратить внимание, это прошел неприятный запах, да, изо рта, потому что вот эти вот бактерии, они вызывали этот запах. Дальше я продолжала, как это, работать с усвояемостью белка, пила эту протеазу, пила молочный чертополох, лифгард, комплекс каприловой кислоты, для того, чтобы у меня все-таки белок потихонечку начал усваиваться. И да, действительно, есть улучшение, там, белок усваивать, но еще пока не настолько, как говорится, хорошо, насколько бы хотелось, но я работаю в этом направлении. Так что компанию NSP я, ну, так как уже закончила школу, получила диплом. Естественно, я, у меня есть свои клиенты, которых я веду, и всем своим клиентам, когда они задают вопрос, а почему вы рекомендуете именно эту фирму, потому что вы там с ней как-то работаете, сотрудничаете, я говорю, нет. Это не потому что я с ней сотрудничаю, а потому что это, первое, проверено на себе, второе, хорошей усвояемой формы. И можно купить другую фирму, попробовать, да, но можно ее пропить, и результата не будет. А здесь есть реальный результат. То есть клиент выбирает сам. Что мы хотим? Мы хотим результат? Ну, да, возможно, чуть дороже, но результат есть. Или нет, мы купим за 600 рублей, и результата не будет, пропьем впустую, и еще, возможно, это как-то отразится на наших почках. Поэтому рекомендую, да, и действительно у НПС прям реально хорошие формы и качество. Это самое главное. Я хочу добавить, я Машу видела вживую, вживую недавно, вот. И она, на сколько ты похудела? На 22 килограмма. Она такая встроенная, вообще уже с ребрышками просто, вот, светящаяся вся, тонкая, звонкая, вот. Так что она у нас тоже уже нутрициолог, получила диплом, так что тоже, ребят, можно к Маше обращаться, она всем поможет. И еще у нас вот выступала Антонина, тоже она скоро будет уже получать диплом нутрициолога, поэтому тоже можно к ней обращаться для того, чтобы вам помогали составлять с продуктами НСПИ, программки всякие, и восстанавливать свое здоровье. Так что девчонки, они тоже прям вот в этом плане молодцы. Вот, Маш, спасибо большое тоже, что поделилась. Тоже могу отпустить, можно еще послушать. Я сейчас могу немножко рассказать, но я тут вижу, что у меня, я сейчас посмотрела в участниках, пришла Анастасия Тюрикова, вот. Я с ней общалась, спросила тоже, говорю, может быть, сможешь выйти в эфир, рассказать. Вот, ну, не знаю, Настя, напиши, пожалуйста, в чат, если сможешь пару слов сказать, я тебя тоже выведу в эфир. Да, такой нежданчик, вроде не договаривались, но тем не менее. Вот, если есть возможность, напиши прям буквально тоже пару слов, потому что знаю, что пользуешься продукцией, постоянно в марафонах участвуешь. Я думаю, что есть чем поделиться. Вот, в принципе, могу, супер. Вот такое у нас, видите, прям вот не запланировано. Сейчас я предлагаю включить трансляцию и звук и зайти. Давай попробуй. Я там тебе это отправила. Там нужно нажать на камеру и на микрофончик. Вот, вот она, вот она, красотка. Всё. Ну, поделись, наверное, пожалуйста. Немножко опоздала, пропустила, про что там все говорили, если честно. Просто про... Для меня, наверное... Да. Наверное, с НСП вот так подробненько я столкнулась, когда начала лечить детей. То есть у меня больше НСП сейчас связано с детьми. Я участвовала тоже в марафоне. У меня, у одного ребёнка, у него лишний вес. У него был, он такой, как бы, ну, чесоточный такой, чесался постоянно. Чесался, расчесывал себя прям до крови. И второй ребёнок, он аллергик, он атопик. У него пищевая аллергия. Соответственно, у нас были... У нас очень высокие азонофилы были с ним. Прям 1300 где-то, в общем, вот такие огромные числа, цифры. Где аллерголог хваталось за голову и говорит, да вам ничего есть нельзя, да вообще. И мы пошли на марафон, который как раз по детям, по налаживанию ЖКТ у детей. Там использовалась продукция НСП. Мы познакомились с такими продуктами, как подарка, репейник, сок нони. Ну, мы, правда, не сок нони употребляли, а маринду, потому что на сок нони, если честно, у нас пошла авердия. Ну, ребёнок аллергик, в принципе, всё логично. Может быть, кто-то. Да, поэтому мы взяли маринду. Мы познакомились с хлорофиллом. И месяц мы занимались, всё вот это вот проходили. Скажу, что, конечно, вот чёрный орех, например, у него вкус специфический. Не все дети могут это выпить. Поэтому мы его шлифовали, скажем так, этим хлорофиллом. И он такой, ну, нивелировался, потому что хлорофилл у него очень приятный вкус. У него такой смятый, такой зелёненький, как зелёный чай, как у меня ребёнок. Да, зелёный чай, это я люблю. В общем, в принципе, они у меня пропили. Могу сказать, что старший у меня перестал чесаться, как минимум. Это вообще для меня просто, я уже не знала, что с ним делать. Но он перестал чесаться, вообще перестал чесаться. То есть, и потихонечку мы с ним сейчас работаем над уже питанием постоянным, да, питанием каким-то. Он стал немножечко вот потихонечку сбрасывать вес. Так что, ну вот, начало было положено благодаря НСП. И младший у меня, в принципе, у него такая кожа такая чувствительная. Значит, у него стало получше с кожей. Он стал, смог больше употреблять различных продуктов, которые раньше нам убирали. Мы наладили ЖКТ, у нас снизились сезонофилы очень сильно. И там уже, в принципе, фактически в пределах нормы мы там еще будем с ним работать, конечно, дальше. И он снова может потихонечку, понемножечку употреблять какие-то отдельные продукты. Мне, например, легче готовить стало. Потому что, когда одному ребенку ты одно готовишь, другому другое, это, ну, помимо внешних всяких проявлений, когда там дети чешутся или дети там шершавятся, дети там покрываются чем-то непонятным. В общем, прям я очень счастлива, что познакомились с этой продукцией. Я себе тоже, я уже записалась еще на марафон, тоже себе попробую, как бы, и то же самое, еще сверху. И, ну, наверное, самое главное, это мы просто подсели на хлорофилл. Для нас это вот наш любимый зеленый чай. Мы его пьем утром, мы его пьем вечером. Вот, он потрясающий. Я на него уже подсадила маму. Мама у меня тоже отвергана хлорофилля. Мне уже не нужен никакой чай, не нужен никакой кофе, не нужен. У меня есть хлорофилл. Все. Это и вкусно, и полезно, и вообще замечательно. У меня в холодильнике всегда стоит бутылочка с хлорофиллом. Вот. И я... Знаете, какое самое, наверное, интересное мое наблюдение было по поводу хлорофилла? Он прекрасно справляется с воспалениями. Такая профилактика воспалительная. Конечно, конечно. Вот. Какая у меня была ситуация? У меня сломался зуб. Сломался, ну, такой вот там в глубине сломался зуб, а мне надо было уезжать за границу. Некогда было с ним что-то делать, потому что он там уже фактически под удаление шел. Было очень там серьезно все. Я уехала за границу на две с лишним недели. У меня там воспалилось все. То есть я до этого пила там хлорофилл, нормально было. Но уехала, я не смогла взять с собой. Меня просто не пустило таможня жидкостью такой. И такими. Вот. И, ну, бывает. И я не пила хлорофилл. У меня воспалилось. Я приехала потом в Россию. У меня воспаление большое. А нету моего врача. Вот врача, у которого я, я жутко боюсь стоматологов. И не было моего врача. Естественно, я его решила подождать. И пока параллельно стала снова пить хлорофилл. Ну, чуть-чуть я его почаще стала пить, чем я до этого пила. И я пошла к врачу через неделю, когда он пришел. За неделю у меня полностью ушло воспаление. В принципе, мне удалось сохранить зуб, если честно. Потому что врач сказал, как бы... Да, мне удалось сохранить зуб. Он сказал, что только вот, ну, под коронку. Но, по крайней мере, он целый. Я жую активно. Вот. И за неделю полностью сняли воспаление вот десны. Флюс. Флюс сняли за неделю. Здорово. Я на самом деле поражена. Поражена очень сильно. Я посоветовала еще папе хлорофилл. Он им полоскает десна. У него парадонтоз. Вот. Он полоскает десна. И он тоже, как бы, отмечает, что воспаление снимается. У него десна больше не кровотой. Возьмите ему еще витамин С. Это он тоже пьет. Вот. Обязательно. Потому что как раз тоже при парадонтозе хорошо очень работает. Вот. Здорово. Да. Ощелачивающее питье действительно снимает воспаление. Тоже все уже нутрициологи. Все знают, что это такое. Да. Когда мы закисляемся, у нас вообще, в принципе, нарастают и болезнетворные бактерии, и вирусы, и даже там рост онкоклеток может быть. Поэтому, конечно, ощелачивающее питье – это вот первое, что должно быть. И организм будет, в принципе, сам в этой щелочной среде. Он не даст просто распространяться, там, никакой патогенки. Так что, конечно, здорово, что зуб спасли. Вот даже такие истории. Я еще таких не слышала все обычно про ЖКТ. Спасибо большое, что поделились. Здорово. Вот так вот экспромтом раз, да, пришли на эфир. Вот. Ну, мы, в принципе, да, тоже общались предварительно. Сказали, вроде не получается. И здорово, что получилось. Я потом тоже там напишу вам в личку. Могу отпустить, если хотите. Я бы, наверное, на вопросы еще поотвечала. Если у кого-то есть, да, напишите в чат. Либо, может быть, кто-то тоже хочет рассказать. Из тех, кто пользовался продукцией, тоже, может быть, если из присутствующих кто-то есть. Потому что я тут вижу, что тут мои тоже есть девочки, мальчики. Вот, если кто-то успел уже чем-то воспользоваться, можно тоже мне написать в чат, и я выведу в эфир. Расскажете, вот, если не стесняетесь. Либо можете позадавать вопросы. Мне на самом деле нравится, что сегодня очень много разговоров было про детей. Все-таки дети наши все, мы такие не боимся, да, там, сами все пьем в себя, что-то складываем. Но не каждую продукцию, не каждый продукт можно, как это называется, дать ребенку, да. То есть это тоже такое, говорит о том, насколько продукция безопасна. Вот Ирина, мне показалось, подключалась или нет. Вот, Игорь еще не успел воспользоваться, но у тебя все впереди. Я знаю, что ты записался на обучение, вот как раз которое будет 13-го числа. Вот, там такие очень действительно именитые будут спикеры. Я тоже записался, думаю, все записались, все туда пойдут. Есть что послушать, и есть, конечно, там, возможность перенять опыт и грамотно, грамотно воспользоваться продукцией. Потому что я тоже, знаете, всегда всем говорю, ой, надо по инструкции. Вот, там, они же пишут на баночке, да, но на самом деле очень часто где-то нужно и превышать дозировку, где-то нужно менять, да, там, форму приема. Иногда мы там заливаем эти капсулки, выпиваем его, высыпаем содержимое, например, подарка, заливаем водой. Поэтому тоже есть нюансы, да, как сделать добавку более эффективной, чтобы было от нее больше пользы. Поэтому, если кто-то еще на обучение не записался, которое 13-го числа будет, обязательно приходите, потому что, ну, действительно, море полезной информации. Игорь, молодец, что записался. Вот, теперь тоже с нами, с нами в банде. Так, ну что, друзья, раз вопросов нет, да, нет вопросов, все, в принципе, кто хотел выступить, я так понимаю, что выступили сегодня, у нас так достаточно прям плодотворненько получилось, довольно много было выступающих, довольно много интересного опыта. Ну что, тогда, наверное, всем отличного воскресенья, да, хорошего дня, всем здоровья. Надеюсь, как-то, да, было полезно послушать девочек, понять, какие проблемы можно решить, и истории про детей, про кожу, про ЖКТ, про вот даже такую, да, про диабет первого типа, что действительно можно даже, казалось бы, да, хлорофилм, подарок выровнять, помочь, да, выровнять уровень сахара. Вот такие у нас волшебные продукты. Всем хорошего дня, со всеми я прощаюсь, ну не то, что прощаюсь, говорю всем до свидания, вот, так что, думаю, еще встретимся с вами с новыми результатами, обязательно с нами делитесь, рассказывайте, это очень ценно. Всем, всем пока-пока.